Здоровый образ жизни Несмотря на очевидную пользу спорта и правильного питания, люди продолжают ассоциировать здоровый образ жизни с запретами. На деле же такой подход к своему здоровью открывает перед вами новые возможности, продлевает жизнь и, что не менее важно, поднимает настроение. Для этого не обязательно покупать абонементы в дорогостоящие спортзалы или отправляться в страны, где такой образ жизни возведен в разряд общественной идеологии. Начать стоит с простых пеших прогулок, регулярного употребления около двух литров воды и, конечно же, со здорового питания. Съемочная группа телеканала СТС вышла на столичные улицы и поинтересовалась, что же наши граждане думают о здоровом образе жизни и его поддержании. Это заняться каждым утром спортом, ходить два-три раза в неделю на плавание, значит, вечером ходить на прогулку. Не курить, не пить, дегустировать только на свадьбах, день рождения, там, ну, в гостях, когда там, вот. Правильное питание, спорт. Утром гимнастику и диета, овсяная каша, все жирное не кушать, колбасу не кушать, вот, селедку тоже бы давление поднимать, в общем, вот такое. Правильное питание, во-первых, вести образ жизни, не пить, не курить, вовремя спать, не ругаться, не оскорблять друг друга, это самое главное. И правильно питаться. Не нервничать надо, вот тогда будет здоровый образ жизни. Для начала правильно питаться, не употреблять, там, не сигареты или то, что может ухудшить его. Ой, слушайте, это отдых, это хорошее питание, фрукты, овощи. В июле 2016-го было проведено национальное исследование о здоровом образе жизни граждан Молдовы, инициированное торговой маркой питьевой воды ОМ. В нем приняли участие 650 человек из различных регионов в возрасте от 16 до 50 лет. По результатам исследования выяснилось, что абсолютное большинство, 80%, называют заботу о здоровье наиболее важной частью жизни. Вместе с заботой о семье или детях. 79%. Лишь 15% людей считают, что не испытывают проблем со здоровьем, а каждый третий оценивает свое самочувствие ниже среднего. 74% опрошенных не уделяет этому достаточно времени. Одним из основных внешних барьеров для ведения здорового образа жизни 55% респондентов указали нехватку времени и 46% нехватку денег. По результатам проведенного исследования также выяснилось, что 84% опрошенных считают главными составляющими здорового образа жизни правильный режим питания и занятия физкультурой. Также жители Молдовы считают, что такой образ жизни следует вести для улучшения самочувствия 72%, чтобы держать себя в хорошей форме 67%, подавать пример детям и окружающим 65%. Резюмируя вышесказанное, исследования показали, что жители Молдовы озабочены здоровьем и понимают, что такое здоровый образ жизни, но с трудом отказываются от вредных привычек. Яркое тому подтверждение – антитабачный закон, не сумевший избавить улицы от сигаретного дыма. Доброе утро, Данил. Действительно, все говорят о здоровом образе жизни, но это все в теории, а на практике, то есть единицы людей, которые действительно что-то делают. Вы в том числе такое исключение, человек, который за здоровый образ жизни, своим примером может быть что-то показывает. Расскажите вот об этом проекте «Оздоровление десяти людей», то есть смена образа жизни. Да, действительно, много об этом говорят, но системно к этому вопросу, наверное, у нас еще в республике никто не подходил. Поэтому мы решили подойти к нему системно, начать с первого шага, небольшого. Мы провели исследование, потом опрос и определили 10 человек, которые будут вот этим первым маленьким шагом в рамках одной большой компании. Значит, что будет происходить с этими людьми? Сначала мы проведем детальное обследование этих людей в клинике Медпарк, потом еще один наш партнер, это Energy Fitness, проведет фитнес-составляющую, для того, чтобы мы понимали, насколько люди спортивные. А потом ряд специалистов, их будет около шести, сюда входят и фитнес-инструкторы, и диетологи, и психологи. Психологи разработают программу, и в течение двух-трех месяцев мы будем воплощать ее в жизнь. Мы будем помогать этим людям, они будут в какой-то форме отчитываться нам, мы будем смотреть, улучшается, не улучшается. То есть все это делается для того, чтобы вовлечь людей в процесс здорового образа жизни, чтобы они сами почувствовали, как они меняются, как они становятся лучше при этом. Поэтому улучшаются их не только физические характеристики, а вообще общечеловеческие составляющие. Потому что здоровый образ жизни влияет не только на общее самочувствие, а на еще ряд других факторов. Ну и подход многогранный такой, конечно. Флантин, а вот у меня такой вопрос к вам. Почему вы, может быть, задумались, а может быть, давно думали, что именно сейчас им нужно изменить свою жизнь и начать вести здоровый образ жизни? И как вы думаете, почему именно вас выбрали, вы стали вычислить этих десяти человек счастливых? Я подумала, что было бы неплохо начать именно сейчас, несмотря на то, что у меня довольно-таки, ну, еще молодой возраст. Почему бы не начать, пока еще ничего не запущено, да, так сказать? Да, именно. И чтобы в итоге быть примером. Но вы какие-то проблемы со здоровьем испытываете? Чувствуете, может, какой-то дискомфорт? За счет того, что у меня маленькая физическая активность, то есть я не так часто занимаюсь спортом, да, разумеется, есть такое. А почему вы мало занимались спортом? Мало времени? Потому что всегда находятся отговорки, начну с понедельника. Вот у меня тоже самое, я не исключение. Как удалось попасть в эту десятку счастливчиков, как сказал Денис? Я увидела анкету в соцсетях, решила заполнить и подумала, что это будет довольно-таки неплохой шанс. И таким образом у меня получилось. То есть все-таки этот шанс как раз и случился. Хорошо, вот такой старт, да, то есть многие начинают действительно что-то делать, ходить в спортзал, думают изменю питания, перестают покупать в магазинах майонезы, меняют вроде бы. Но это все в какой-то конечный срок, да, то есть наступает момент, когда человек возвращается к своим привычкам. Вот как преодолеть эту естественную человеческую лень? Ну, я могу на собственном примере рассказать, да, это там, когда вот петух жареный клюнул, да, и ты понимаешь, что нужно что-то менять. И, конечно, когда ты начинаешь вот первые шаги делать в течение, там, первого месяца, первых двух месяцев, это все крайне тяжело. То есть ты хочешь вернуться к старому, потому что тело привыкло к каким-то определенным шаблонам, они были достаточно удобные, ты начинаешь все менять. Что я на себе ощутил, это то, что мы хотим за короткий промежуток времени сделать очень много. Сразу резко? Сразу резко, да, мы сразу хотим через, там, допустим, какой-то месяц, но не просто результат, мы хотим серьезный результат, мы хотим серьезно похудеть, мы хотим серьезно, там, если мы ходим в зал через 10 занятий, уже показать, как что-то выросло на нашем теле, да, то есть не нужно таких резких кардинальных изменений. И еще, когда мы говорим о таких серьезных изменениях, как, там, здоровый образ жизни, нужно ставить даже не в рамках, там, года или месяца, в рамках одного дня какие-то определенные цели, к которым ты идешь. И вот вечером себя как-то за это похвалить, да. На следующий день еще какая-то цель. И так вот изо дня в день ты приучаешь себя к тому, чтобы, там, не отказываться от сахара вообще, а отказаться от одной ложки, да. Не сложно отказаться от одной ложки в рамках пяти ложек, которые ты обычно, там, или четырех, которые ты. И вот так вот потихонечку приводить себя в порядок. Очень важная составляющая – понимать, зачем тебе это нужно. Очень многие люди начинают в большей степени, это называется, худеть, да, то есть мы говорим... Это основная мотивация. Мы говорим вообще о здоровом образе жизни, да, который включает себя, потому что, ну, не все люди, которые не ведут спортивный или активный образ жизни, там, полные, да. Или не все люди, которые худые, ведут здоровый образ жизни. Да, абсолютно верно, абсолютно верно, да. Поэтому мы говорим, то есть человек должен понять зачем, да, то есть он это делает ради своих родственников, он делает для того, чтобы быть гораздо более энергичным в работе, да, больше достигать. Он хочет куда-нибудь съездить, он хочет что-то реализовать. Вот понимая все эти вещи, да, он начинает выстраивать дальше тактику того, как он к этому может прийти. И вот тут мы помогаем и понять человеку, что это ему нужно, да, поэтому большое количество специалистов участвует в этом проекте, и составить человеку карту, потому что очень многие даже хотят, но не знают, с чего начать. Мне пойти в зал, мне начать бегать, а бегать сколько? Бегать каждый день или, возможно, мне стоит ходить. А в какое время суток и так далее? Очень сильно это людей останавливает, и поэтому мы вот будем очень детально в рамках вот даже не этих 10 человек, а в рамках национального масштаба рассказывать людям о том, как это делать, с чего начинать. Еще продолжение темы, как бы здесь сюжет, который мы видели. Многие люди даже знают о том, что у них проблемы со здоровьем, и вот эта статистика Всемирная организация здравоохранения и нашего Минздрава все равно не меняет отношение к здоровому образу жизни. Люди, даже зная, что у них есть проблемы со здоровьем, не меняют отношение к себе и своему образу жизни. С чем это связано, по-вашему мнению? Ну, это все не про меня. Когда я слышу статистику ВОЗ, это про кого-то другого. Да, это про людей, которые, возможно, меня окружают, но меня, скорее всего, это не коснется. А в статистике нет, да? Да, то есть когда, в общем, допустим, человек, который курит, говорит, что в среднем твой продолжительность жизни сократится от 10 до 14 лет при активном курении. Сократится, но не моя, да? Не моя, точно не моя, потому что я, скорее всего, не так много курю. А я курю, но при этом я еще чем-то там активно занимаюсь, да, поэтому нужно в большей степени приходить к такому, к частному случаю, да, что это действительно касается каждого человека. Статистика усредняет, но все эти проблемы со здоровьем, они касаются каждого человека, и меня конкретно, я сам на этом, я сам это почувствовал, и моих родных, близких, которые, когда, допустим, я там болею, либо чувствую, что-то происходит не очень хорошее, то есть они вокруг тоже неактивные, то есть бегают вокруг, да, что-то не очень хорошее происходит. Поэтому это самая большая проблема, люди отдаляют от себя эти проблемы, абсолютно себя никак с ними не связывают, хотя они в этой статистике, по большому счету. Вот если от статистики к родным и близким, которых вы упомянули только что, понятно, что они переживают, когда человек болеет, но есть другая сторона медали. Когда, допустим, один человек в семье или в компании друзей вдруг начинает менять образ жизни. Чаще в компании. Чаще, да. И все, такое идет удивление какое-то, иногда неприятие, то есть зачастую окружение как раз мешает изменить свою жизнь к лучшему. Вот здесь, в этих ситуациях как быть? Это факт, и вот на своем примере могу сказать, я когда вот начал на все это дело очень серьезно там свою жизнь как-то менять, даже вот моя супруга, то есть она не совсем понимала, то есть ты пришел к кому-то определенно, да, зачем дальше? То есть можно как бы на этом остановиться. И действительно вокруг, но тем не менее, когда ты переходишь этот барьер, люди видят твою серьезность, да, потому что ты к этому относишься. Я вам скажу серьезно, то есть вокруг меня все то, все те люди, которые меня окружают, они в той или иной степени достаточно серьезно поменяли свой образ жизни. Моя супруга, работники, сотрудники по работе, да, они сейчас, большинство из них катаются на велосипедах, да. Тот отдел, которым я руковожу, да, все люди, которые там катаются на велосипедах, активно занимаются там спортом регулярно, ежедневно, каждый день. То есть очень сильно вокруг все меняется. То есть вам удалось вовлечь остальных в свою... Да, при этом я не могу сказать, чтобы я очень сильно старался. Скорее всего, вот тот образ жизни, который идет, и те плюсы, которые появляются в тебе, вот они в большей степени влияют, чем просто давай-ка идем со мной. Да, это тоже есть, идем со мной, это тоже заводит людей, но, наверное, сам образ жизни, и люди вокруг видят, что меняются, это очень сильно влияет. Валентина, а вам вот, по словам Данила, вот ему удалось вокруг себя людей вот так объединить. У вас, вот, может быть, на своем собственном опыте существовали такие примеры, когда вы заражали людей, в хорошем смысле слова, какой-то позитивной идеей или мыслью, что-то изменить в себе, либо сделать что-нибудь маленькое, но позитивное? Разумеется, я могу начать, как пример, взять свою семью, то есть свою сестру. Я им тоже, как и говорила, что с понедельника старалась... Начать, изменить свою жизнь, да, пытались? Мы иногда старались бегать. Вместе, да? Получилось? Да. Замечательно. Таким образом, хотелось бы тоже любить это ей. Ей тоже, да, чтобы она тоже... Ну, в принципе, сегодня вот ваша семья вас поддержит, чтобы вот решили взяться за себя? Они очень обрадовались и хотели бы, чтобы у меня все получилось. Я думаю, что так будет. Вот мы говорим как раз о примерах, о том, что легко передать такую эстафету, да, хорошего. Вы же в начале интервью, Денис, сказали, что вы не только в рамках 10 человек, да, собираетесь реализовывать конкретные данные проекты. То есть ваша цель – всю Молдову, всю страну подключить к другому осознанию, да, того, как можно жить, какой образ жизни вести, питаться и так далее. Для этого нужны желания, ресурсы. Хватит, запало. Желания есть в избытке. Ресурсы, ресурсы, то есть мы предполагаем, что нам их хватит. Конечно, только нашей компании, скорее всего, мало, да, будет. Поэтому мы будем активно привлекать ряд других достаточно крупных компаний, которые бы поддержали всю эту инициативу. Но, тем не менее, то есть в рамках… Молдова страна не очень большая, да, поэтому в рамках Молдовы, я думаю, что так проект рассчитан на несколько лет. То есть я даже не могу сказать, что на несколько лет. Мы даже не останавливаемся во времени. То есть некая долгосрочная… Да, мы как бы заканчиваем, да, то есть у нас есть на несколько лет четкие, понятные действия, как мы будем двигаться дальше, да, поэтому мы даже не собираемся его устанавливать. Это четкая стратегия, которую мы для себя приняли в этом году, и мы будем двигаться в этом направлении. И в завершение, да. Вот понедельник уже прошел, поэтому с понедельника мы менять свою жизнь не будем, будем менять со вторника. Вот, Данил, вот если подытожить наше общение, как по-вашему все-таки начать изменять себя? Вот всем им, кто сидит сейчас у экранов. Может быть, и нас тоже, потому что мы вроде бы как бы считаем себя тоже людьми, которые ведут здоровый образ жизни. Может быть, и достаточно здорового жизнями, Лидианской Бернадии. Мы с тобой ведем. Во-первых, нужно сделать это очень сильно захотев, да. Во-вторых, если ты решаешься это сделать, то не стоит откладывать это на завтра, да. Вот здесь и сейчас я сделаю какие-то вещи, которые сделают меня там через какое-то время лучше. В основном касается это нескольких вещей, да. Это здорового питания. Мы сейчас не говорим о том, чтобы резко пересесть на здоровое питание. Отказываться от самых, наверное, отказаться от самых-то вредных вещей, да. И отказываться от них совершенно по чуть-чуть. Потом начать с самых простых элементарных физических упражнений, да. Возможно, это какая-то зарядка. Возможно, это регулярная постоянная прогулка, да. Вокруг озера, вокруг парка. Да, да. То есть не нужно себя напрягать, не нужно себя истязать. Когда человек шаг за шагом начинает получать, а в дальнейшем еще от этого удовольствие, и он смотрит на тот маленький результат, который появился, ему жалко терять что-то. И он начинает потихонечку наращивать все там прогулки. То есть раньше я хотел 20 минут, сейчас я хожу час, а потом начинаю бегать. Раньше я ел там много каких-то мучных изделий и так далее. Начинал там, не доел одну булочку, а сейчас я вообще не хочу, да, потому что хочу двигаться дальше. Таким образом ты вот этими вот маленькими шажочками изо дня в день делаешь себя лучше. И в конечном итоге ты приходишь к результату, который тебе не хочется терять. И вот это вот важная составляющая. А дальше тебе уже хочется достигать, ну, таких серьезных вещей, наверное. Мы желаем, чтобы ваш проект имел успех, чтобы вся наша республика изменилась к лучшему, и все наши люди были, конечно, здоровыми, бодрыми и просыпались каждое утро без болячек, без проблем, и как в голове, так и в нашем организме. У нас сегодня в гостях был представитель бренда ОМ Данил Балабан, а также участница проекта ОМ Актив, Флорентин Неделкой. Вам успехов в вашем начинаниях. И надеюсь, что вся ваша семья последует вашему примеру. Программа «Утро на СТС». Мы движемся далее. Если в том, что касается здорового образа жизни, это сплошные плюсы, далее мы будем говорить о плюсах и минусах. Точнее, наш корреспондент Нина Смирнова расскажет о плюсах и минусах обуви на каблуках. Смотрим. 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 Смотрим.